Приветствую вас всех, дорогие друзья! С праздником вас поздравляю с Рождеством Христовым! Сегодня 25 число. Это самый главный день этого праздника. Очень красиво у нас и уютно в нашем помещении. Большое спасибо, кто все это делал. Нам, Харисам, тоже нравятся ноты там на стене положили. Очень хорошо. Как раз, кстати, и тот фонарь, который вот сейчас вон включен, и приятно смотреть. Все очень красиво. Это все пусть будет для Бога, ради Бога. И пусть вас Бог благословит. Я также благодарю за ваше служение, Харист, и пусть и вам Бог даст здоровья и благословений. Христиане сегодня, христиане, очень широко и очень так богато, торжественно, с весельем встречают вот этот праздник. Проводят его, этот праздник, так красиво. И хочу сказать, да, так и должно, слава Богу. Этот праздник приносит нам радость, этот праздник приносит нам веселье. Мы по домам так устраиваем, все красиво. Очень много вот таких световых разного цвета, всякого огня. И в доме, и елкой у нас в доме. И обязательно почему-то к этому празднику подарки у нас под елкой. Я думаю, что это вот так с самого начала пошла эта традиция библейская, потому что сам Господь нам подарок преподнес такой. Я хочу, чтобы мы посмотрели, как это было там, 2020 лет назад. Интересно, когда-то у нас из-за кафедры братья говорили, уже 2000 лет, как проповедуется, а потом говорят, 2000 лет. А вот как сегодня Андрей Михайлович говорит, 2020 уже. И вот 2020 лет назад, посмотрите, как встречали гостя, дорогого гостя, правительство Израиля, или тот же главный город Иерусалим, не побеспокоился вот такого должного, значит, чтобы принять гостя такого высокого и предоставить такое богатое помещение, ихнее, царское. Или тот же маленький Вифлеем город. Там правительство хотя бы побеспокоилось, чтобы какую-то гостиницу предоставить. Нет. И религиозные деятели, священники того времени, они были очень холодные, они не принимали никакого участия. А что, они не знали, кто он такой? Да нет, они потом волхвам-то тоже подсказывали. По Писанию все сходится. Должен родиться в Вифлееме. И больше, чем несколько сот лет, как Бог не говорил к народу израильскому, и вот тут он заговорил, это было бы приятно им. А как заговорил? Ведь сам Бог послал ангелов и через пастухов. Вот она весь к вам, к Израилю. Неужели это не факт, конечно, но, Израиль, как холодно ты принял, как холодно ты принял гостя. Как холодно ты принял. Кто это? Это младенец не только Иосифу, не только Марии. Это младенец мира всего. Это сам Бог пришел на землю. Бог пришел на землю вашу, Израиль, и вы так холодно отнеслись к нему. Его приняли очень холодно и провожали этого гостя. Очень ужасно. Но в то же время были многие другие, которые понимали, кто он есть, этот младенец, радовались и прославляли Бога. И если бы это религиозные люди, священники, они бы могли бы организовать во всем народе шествие такое. Ведь пришел сам Бог к нам, они бы могли бы объявить, они могли бы организовать вот это торжество. В своем хотя бы городе этого не сделали. И вот такие люди, как вот я хочу перечислить их, они вот тут записаны. Елизавета, это мама Иоанна. И к ней, когда Мария пришла, вот ее слова. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, Елизавета исполнила святого духа и воскликнула громким голосом и сказала, благословен ты между женами и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? А вот слова самой Марии, здесь же в этой главе, и сказала Мария, величит душа моя Господа. И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. О Боге... Кто это говорит? Сама мама говорит о младенце, о Боге Спасителе моем. Вот как они прославляют люди. Вот Захария в этой же главе, 68 стих, благословен Господь Бог Израилев, что посвятил народ свой и сотворил избавление ему. Радуются люди, прославляют. Те же пастухи не все сначала поняли, но когда им ангелы разъяснили, что вам вот такая весть радостная от Бога, пойдите, посмотрите. Они пошли, и когда они посмотрели, им очень это все понравилось, они все это поняли. Вот они возвращаются на свои рабочие места, и 2 глава, 20 стих. Вот посмотрите, как они радуются. И возвратились пастухи, 2 глава Луки, 20 стих. И возвратились пастухи, славя и хваля за все то, что слышали и видели, каким сказано было. Помните еще Анна Старица, как она радовалась, как она ждала, и как она величала Бога. Или же как тот же праведный, благочестивый Симеон. Я очень люблю, я так ждал сегодня, или в эти праздники, слышать о Симеоне. Я очень люблю о нем читать. И вот это множество людей, они принимали его. Это простолюдины, они поняли, кто он. Конечно, было и понятно на высшем уровне, тем более те, которые следили за Писанием. Вот так это было там, не так торжественно, как здесь. Вот это торжество само было из небес, ликовали сами ангелы, прославляли Бога. Но на земле вот так получилось, не как у нас сегодня в больших госпиталях, или, скажем, может быть, хотя бы была бы гостиница, но ему не предоставили и этого всего, нашему Господу, Спасителю. И это было пришествие Господа нашего на землю. Я хочу теперь вернуть у всех нас сюда в 2020 год. Через неделю мы будем в 2021 году. Если даст Бог жизни, так меня папа учил. Ты говори, когда если даст Бог, доживешь. Но я хочу немножко вернуть к нашей вот обыденной жизни, и чтобы мы не так сильно печалились, ведь все-таки такой информации, которую мы получили, или то, что случилось в марте месяце в этом году, это такая тяжелая, такая мрачная туча нависла здесь, над всей землей, не только над какой-то одной страной, над всей землей. И столько вот такого непонятного, и мы не знаем, что может случиться завтра. И помните, как праздник Пасхи, мы дома были. И мы все задавались вопросом, Господи, как же так? И не только в этой стране, тем более эта страна, религиозная, христианская, и мы сидим дома. И когда мы сидим на праздник Пасхи, такого же никогда не было. И это действительно случилось в истории, возможно, первый раз. я очень тоже был озадачен, в апреле месяце, я переживал несколько недель, искал ответ на этот вопрос, Господи, как же ты делаешь? Неужели тебе не нравится, когда народ твой, святые, которых ты называешь, коринфиан называют святыми, они очень были такими плотскими, другое место, он говорит, но он их все равно называет святыми. И я тоже так хочу сказать, что народ, мы все собрались сюда, и Господь хочет сказать, что народ, вы здесь святой. И ты, Господи, не дал нам, чтобы мы были, а почему Господь должен давать? И много вопросов сегодня, почему так случилось, и кто в этом виноват. И когда мы смотрим по Писанию, по Писанию, когда мы смотрим, то Господь Писанием нам объясняет, все под моим контролем, все я знаю, все я вижу. Вот он факт. Когда сатана подошел к Богу, и Бог спрашивает, ты обращал внимание на Иова? Он говорит, да, но ты же не даешь мне сделать то, что я хочу. И Бог позволяет. Теперь, из того, что в Писании мы видим, это все, то, что из позволения Господа так случилось, то, что случилось в этом году. Да. Интересно и очень ужасно. Чего так, Господи? Ведь осенью пришел еще один вопрос к нам. Мы беспокоились, и, видно, в этой стране ни разу такого беспокойства не было. Кто же царь будет в следующем году? Мы так хотели бы, как мы хотели. И мы молились, только славянские церкви, я думаю, больше только славянские церкви в Америке, больше, наверное, может, несколько сот церквей обращались, американских сколько церквей, все обращались к Богу, молились мы и постились. А чего-то не так получается, как мы хотели, как мы молились. И чего, мы плохое, что ли, желали? И так, когда мы не знаем, что мы не просим, и не знаем, что мы просим, да Бог не даст, но мы знаем, что мы хорошее просили. Господи, а чего не так? Да еще столько молитв посылалось, миллионы молитв туда, молитв туда, к тебе на небо. И почему так, Господи, не так, как мы хотели? Знаете, у нас, у нас так бывает, мы хотим, обращаясь к Богу, мы хотим, попросили, чтобы Он так ответил, как мы хотели, и тогда, когда мы хотели, не работает. И мы, конечно, бываем опечалены. Когда-то в жизни моей, я тоже просил, и до сих пор то, что просил, и я условия свои славил, и сейчас стыжусь, и боюсь, чтобы так Бог так не поступил под тем моим условием. И благодарю, что Он совсем не так, уже сделал мне, а вот так, как есть. А тогда мне подумалось, что я правильно думаю, и хотя бы вот как-то поставил я в своей просьбе молитвы и условия, а теперь и сам стыжусь той молитвой. Дорогие друзья, я хочу, чтобы мы обратили внимание на свою ногу, то есть, как есть в Библии выражение, чтобы мы смотрели за своей жизнью. Потому что, если Бог вот так распорядился, вот так распорядился, а это не без воли Его так случилось, а именно что? Что мы были по домам и не могли сейчас еще как-то не те условия, которые бы мы хотели бы иметь, не при тех условиях. И очень серьезно мы должны задумываться. Мы. А ведь все, что Бог делает, и вот это, что Он не давал нам собираться или приходить в церковь, и опять это в угоду или в лучшую сторону, в нашу сторону, нам нужно понять, что это значит, как это все, это понять. А ведь Бог что-то хочет нам сказать. Хочу еще раз напомнить, как в другой раз мы понимаем правильно, мы себе в глазах понимаем правильно, а вот на весы Бога поставим. Как это будет? Как Бог рассудит. Помните, я так бывает, в другой раз говорю, два человека друг другу объясняют что-то, тот один понимает так, а другой совсем по-другому. Ты так понимаешь, а я так понимаю. Примерно так у нас в жизни. И надо нам побескопокоиться, а как ты, Господи, понимаешь? Вот посмотрите, вторая глава Откровения, третья глава Откровения, к церквам, к семи церквам обращается Господь. И Он говорит то, что Ему не нравится. В Пергамской церкви претензии, к Фиатирской церкви, к Сардийской церкви Он говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И когда Он обращается к Ладийской церкви, Он говорит, у меня все хорошо. И так, каждая из этих семи церквей в своих глазах, у них все было хорошо? Да. Вот это вот опасность, какая может быть у нас. И мы в другой раз, когда что-то себе позволяем, и говорим, да, Господь на это не обращает внимания, немножко можно. И теперь хочу все-таки, чтобы мы посмотрели, где наши молитвы. Но прежде, чем это сказать, еще скажу, что в 6 главе книги Откровения, с 9 по 11 стих, там так написано, убиенные уже в великую скорбь, они обращаются к Богу, тех, которых во имя Господа, за имя Бога, убили тут на земле, то есть это будет в великую скорбь. Тогда, когда церковь уйдет, так случится. Вот они молятся и просят, да коли ты не мсти, за кровь нашу. Вот здесь 9 по 11 стихи в Откровении, 6 главе. А он им, да я сейчас так и сделаю. Нет, он сказал, нет, он им не ответил на их молитвы, а он еще говорит, еще будут убитые. И тогда, я буду решать вопрос. А теперь хочу предложить все-таки. То есть, я почему это сказал за 6 главу Откровения? Чтобы мы имели в виду, мы чтобы не подгоняли ни в коем случае Бога. Бог что делает? И вот это, что он сделал с этой пандемией, у него свои, у него свои цели к нам. Ведь он нас готовит, он хочет нас туда в небо. Он хочет нас приготовить к тем наградам. И когда мы молились, и очень много молились, никогда не разочаровывайтесь. Кто-то говорит, что наши молитвы до потолка. Не дай Бог, так не надо говорить. Бог все слышит. И, конечно, те молитвы, где мы умоляем Его, они обязательно у Него там. Посмотрите, когда 2 глава, 8 стих книги Захарии, он говорит, что кто касается вас, касается зеницы, касается зеницы ока его. Вы знаете, это не ресницы, это не ветки. Это самое вот это яблочко. Когда бывает, соринка попадает туда, к нам в глаз. Как мы себя чувствуем? Многие это испытали. Так вот, Господь говорит, тот, кто касается вас, кто вас обижает, я на то обращаю внимание. Вот они молитвы теперь наши. 5 глава книги Откровений, 8 стих, посмотрите, где эти наши молитвы. 5 глава книги Откровений, 8 стих. Когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждые у гусли и золотые чаши, полный фимиама, которая суть молитвы святых. 8 глава, 3-4 стих, здесь же книги Откровения. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознес садым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. Вот то, что мы вопияли, мы просили, не забудьте никогда, не безответны. Но надо всегда доверить, как тот маленький ребенок, которому три годика, он много чего хочет, но он еще доверяет и зависим от родителей. Вот так и мы, дорогие друзья. И когда мы молимся, не разочаровывайтесь, не капризничайте, дорогие друзья. Вот они где, наши молитвы. Они там перед престолом, перед Богом. Все, что мы по утрам или по ночам обращались мы к нему, и все то, что случается с нами, мы к нему говорим, он говорит, как я сказал, что он беспокоится, и все вот эти беды, которые приходят к нам, они касаются его. Вот так вот, как я в Захаре 2 глава 8-й стих сказал. Теперь другой вопрос, к заключению, я хочу сказать, вопрос такой, а что же нам все-таки делать? сегодня. Здесь во 2 главе Евангелия Луки есть вот такой человек, за которого я сейчас говорил, Симеон. Вот посмотрите, как он говорит. Я все не буду читать, 29-й стих. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». Вот это да. Живет человек на земле и говорит, ты меня с миром отпускаешь. А куда ты собрался, Симеон? Там написано, праведный, благочестивый. То есть, праведный, благочестивый, который строго соблюдает заповеди Божьи, живет по закону Божьему. И вот он молится Богу и говорит, ты меня с миром отпускаешь. Сегодня очень многие люди совсем не хотят, и даже время подходит умирать. Мы не готовимся к этому. Это нехорошо. Мы должны готовиться к переходу. А вот человек этот вот здесь, праведный, благочестивый, он вообще уже не живет тем, что окружает его. Посмотрите, какой внимательный Господь к этому человеку. Он говорит, ты не умрешь. 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Как любит Господь нам вот эти подарочки делать. Возможно, отсюда и вот это вот, и идет, это в моем представлении, что на этот праздник у нас подарки мы друг другу дарим. И Господь, посмотрите, какой это большой подарок. Ты перед тем, когда будешь говорить мне, что ты с миром уходишь, я тебя жду сюда на небеса, но ты увидишь, вот мой подарочек тебе, ты Христа Господня увидишь. Вы знаете, в Матфея 13 главе, когда Христос говорит, «Блаженны очи ваши, что видят, и что уши ваши слышат». Это о чем он говорил? О ком он говорил? О себе он говорил. Это он ученикам говорил, «Вы блаженны, что вы видите меня». То есть вот это время, которое вы проводите со мной, которые так очень хотели бы видеть меня, пророки. И вот этот подарок, который так сильно хотели пророки, вот тебе, Симеон, ты увидишь, младенца, перед тем, как ты ко мне пойдешь. Что я в конечном итоге хочу сказать. Наше спасение невозможно нами самим. Человеку невозможно спастись. Так написано? Да. А кому? Богу. Что это значит? Не без Бога. Сами, когда мы стараемся, мы проигруем постоянно, очень часто согрешаем, и совсем не подпускаем, чтобы Бог нам помог. Проигрываем, проигрываем и проигрываем с каждым временем, и это бы не хотелось бы. И Господь предлагает. И это возможно. Вот сам Симеон, пожалуйста, с Богом. Для Бога человек живет. И не сам это, а с помощью Бога. И так и мы теперь, дорогие друзья. Надо в это трудное время, это тяжелое время, скажешь, ну в чем тут трудное, тяжелое. Да, это очень аморальное такое время, особенно это интернет, он занес очень много грязи в разумы детей, да и взрослых. И это очень запачкается, духовное такое. И человек в другой раз позволяет себе, берегите, берегите себя, берегите детей своих. Господь грядет. И так, мы видели, как радовались приходу Христа на землю. Вот те благочестивые люди, много людей, которые вот так встречали с радостью, с ликованием Христа. Наша очередь. Возможно, мы скоро будем встречать Господа. потому что, смотря на то, как случается вокруг нас, мы очень должны быть взволнованы тем, и Бог нам поможет приготовиться, потому что Христос грядет, чтобы мы так же с ликованием Его проставляли, чтобы мы так Его с радостью встречали. Наша теперь очередь. Скоро Господь придет за нами. Давайте помолимся. Аминь. Аминь.